Нет большего счастья для человека, чем востребованность его труда. И судить об этом в то время, когда многие сдулись, не выдержав аренды, отсутствием мозгов в конце концов, можно по тысячам вывесок, типа сдам в аренду, либо продам. Еще о стабильности фирмы можно судить по регулярности появления информации о ней в телевизионном эфире. То, что мы делаем, будем надеяться, у вас вызывает только интерес, а нам, в свою очередь, интересно работать с фирмами смелыми и умелыми. И российские стальные двери под эти показатели в аккурат подходят. Мы медленно понимаем, что металл в нашей жизни – это не только автомобили, не только трамваи, не только железная дорога, не только ножи и вилки. Металл – это надежный защитник. Как он умеет защищать, вот об этом мы сегодня и поговорим. Потому что сегодня на защиту жителей города Магнитогорска, бизнесменов, приходит фирма «Российские стальные двери». Технологически совершенные элементы – шумоизоляция, прочность и эстетика. И это практически произведение искусства. Двери выполнены не методом сварки уголка и стального листа, а по-другому. Грамотно рассчитанный пропель и, естественно, современный замок. И ваша квартира становится неприступным замком по сути. Но любой замок должен быть красив и снаружи, и внутри одновременно. Здесь все именно так и выполнено. Но можно заказать и свой индивидуальный стиль. Ее, конечно, придется подождать. Но если надо сегодня и сейчас, приобретя новое жилье, сделав ремонт, наконец, поменять входную дверь, то это легко. Ведь дверь, в принципе, это такой же расходный материал, как и автомобиль. Мы поставляем исключительно на российский рынок двери российского производства, российских производителей. То есть основные поставщики у нас – это известные фирмы, такие как «Аргус», «Интыкрон», «Гранд Сталь». В данном случае к элитным относятся к овощным элементам, делают накладные. Мы готовы всегда прийти и помочь клиенту. Но, как правило, из всех установленных 10-20 дверей, скажем, мы по гарантии приезжаем к одному-двуму максимуму. Все остальные двери ставятся очень качественно и хорошо, потому что специалисты работают уже по 10 лет этой фирме, скажем, и работают, ставят грамотно. Но жулики тоже 10 лет смотрят и наверняка также заходят и к вам, и самосовершенствуются. А старые клиенты, вы можете посоветовать, что вот эта система замка, допустим, внезапно дала сбой? Ну, научились ее открывать. Следите ли вы за своими клиентами? Рекомендуете ли им просто поменять замок? Да, мы не просто рекомендуем, мы говорим, что вот было поколение цилиндров, которые не открывались, скажем. А сейчас, то есть есть специалисты, которые путем демпинга, бампинга открывают их. Мы рекомендуем на новые цилиндры секреты ставим. То есть замок как бы сохраняется, который был, а сам цилиндр меняется, он не очень дорого, скажем, но зато качественно. История тесного взаимоотношения горожан и этой фирмы – это не год, не два и не три. Это не фирма-однодневка, и здесь все максимально серьезно. Если делать, то качественно, если устанавливать, то надолго, учитывая даже будущие потребности горожан, такие как звука и теплоизоляция и красота. Где такая красота продается и где вы их купили? Российские стальные двери, Октябрьская, 15. Как дверка работает, как работают замки и вообще есть ли какие-то нарекания или все нормально? Нарекания никаких. Дверь отлично работает, замки отлично. Даже когда люди приходят, я спрашиваю, кто там, они не слышат. Мы представляем производителей надежных, проверенных, не один год с ними работаем. То есть мы гарантируем качество, гарантируем работу добрую этих дверей, несем гарантийные обязательства и в любой трудный момент, который может произойти, наши специалисты всегда придут на помощь и все сделают как надо. Объект более чем известный, раскрученный и уважаемый. Отель «Валентина» был едва ли не первым отелем в том еще Магнитогорске конца 20 века. В городе круче Европы и ДИСа отелей незнавших. И что удивительно, двери, установленные фирмой «Российские стальные двери», не потеряли ни функциональности, ни качества. Работают как по профилю, так и нет. Ну, не должна в природе стальная дверь открываться чаще 10 раз в сутки. Или если она качественная, то должна? Ну, отель «Валентина» открывался тогда, когда других отелей-то и не было нормального уровня. Вы сразу поставили на «Российские стальные двери». Да, в сентябре. Они работают 10 лет. И как они работают? Прекрасно. Работают великолепно. В сентябре будет 10 лет, когда мы поставили двери. И работают не очень великолепно. Претензий никаких нет. Замки прекрасно работают. Ручки. Ну, по крайней мере, мы ни разу не меняли. Ни ручки, ни замки. Ну, давайте еще скажем о том, что ваши двери выполняют не ту функцию, которую выполняют, а обыкновенные двери. То есть, вот дом поставил, утром открыл, вечером закрыл. Да. Здесь по сколько раз открывается? Проходимость, ой, ну, даже не могу вам точно сказать, но проходимость очень большая. Очень большая. И стоят, они хлопают и работают? Да, 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 да. Ну, я же говорю, что мы ни разу не имели ни замки, ни ручки. И прекрасно они работают. Вообще, вот антураж вашего отеля, он как-то расслабляет. Но и дверки тоже выполнены в том же стиле. То есть, приезжая к вам и находясь под защитой российских стальных дверей, что мы чувствуем? Мы чувствуем, что все-таки наши производители умеют делать прекрасные, хорошие, добротные двери. Как и отели? Как и отели, да. Теперь самое интересное. А что лидеры домостроительства? Да и кто они такие? Мы, внимательно ознакомившись с деятельностью фирмы Элитстрой, скажем честно, и положа руку на сердце. Лучше жилья в многоэтажных комплексах не предлагает никто. Мы также честно скажем, новое жилье в многоэтажных комплексах в большинстве случаев вызывает далеко не слезы умиления. Дешевые жестяные двери непонятного изготовления, кривые стены, странная, мягко говоря, планировка. Хорош только внешний вид покрашенных тонкостенных коробок. В Элитстрое за идеально вылизанным внешним видом скрываются идеально ровные стены и полы, защищенные лучшими стеклопакетами и уже ставшими эталонными дверьми от фирмы «Российские стальные двери». Вот так вот люди говорят. На рынке сейчас очень много всяких представленных дверей. А некоторые смешные. И некоторые смешные. И они внешне очень похожи друг на друга. То есть двери сами по себе внешне выглядят одинаково. Но в внутренности настолько могут разниться. То есть двери. У нас практика показывает, есть двери, которые стоят и 10 тысяч, есть двери, которые и 50 тысяч. А с виду они выглядят одинаково. То есть прежде чем покупать дверь, совет будет первый какой, не торопитесь в одной фирме покупать. Пройдите, посмотрите, изучите рынок. Сравните, побеседуйте с менеджерами. Вникните в вопрос, уточните, из чего складывается дверь. Начиная с покраски. Почему у нас сейчас появились на рынке дешевые двери. За счет чего они. Как бы вот уровень наших дверей, я уже назвал, там порядка 11-13 тысяч стоимости. Это полный комплект, включающий тепло, звукоизоляцию и качество производителя. То есть дверьки, которые предоставляют как хорошие на рынке сегодняшнем Магнитогорске. Внешне они выглядят так же. Очень много недостатков внутри. То есть прежде чем покупать, обратите внимание на покраску, защитный слой. То есть все наши дверки красятся в два слоя. Идет сначала покраска, потом защитный лак. Многие экономят, не красят. С виду дверка смотрится так же, но через какое-то время, буквально там, через полгода начинаются появляться там и пятнышки, и некрасивые элементы, так сказать, внешние проявляются. Внутри используется металл, как правило, в дешевых дверях толщина поменьше. То есть в наших дверях все практически используются 2 миллиметра сталь. В некоторых конкуренты используют в рекламе там полтора миллиметра, есть один и два миллиметра. Внешне, хотя выглядят они одинаково. То есть у нас практически все двери идут с двумя листами металла. Плюс декоративная панель, там дополнительная звукотеплоизоляция. Используя чужие бренды, могут продавать дверку с одним тонким листом металла, внутри панелька. С виду они смотрятся одинаково. То есть экономия идет во всем и предоставляет это как настоящий защитный продукт, который в общество свои функции не выполняет. То есть хочется подчеркнуть, прежде чем покупать, обязательно изучить этот вопрос. Дверь, еще раз говорю, вещь недешевая. И чтобы просто так выбросить деньги, не хотелось бы, чтобы люди в замешательстве впадали. То есть пройти обязательно нужно посмотреть. Можно начинать, естественно, с нашей организации. Здесь все расскажут, покажут. И для того, чтобы сравнить, пройти по другим, изучить, посмотреть, я думаю, что сделав круг, все равно люди вернутся сюда, потому что здесь обмана не предполагается. Да, можно не беспокоиться. Можно не беспокоиться за свое жилище, можно не беспокоиться вообще ни за что. Надежные замки, качественные двери, и вы слышали, да? Ни шума, ни гамма, ни пыли, ни сквозняков. Это сейчас реально доступно и недорого. Ну, согласитесь, купить за 15 тысяч и выше дверь, сделанную вот так вот на века практически, это того стоит. Где фирма располагается на Октябрьской 15?